Продолжение следует... — Оплатили, нет еще? — А, нет, еще не оплатили. — Сергей Владимирович, сегодня-завтра, крайний срок до субботы, успеваете войти в график? — Да я только за, понимаете, в чем дело? Денежек у меня нету. Закончили случайно. — Ну, не понятно, у вас такая ситуация, сумма постоянно возрастает, мы же устали вас говорить, уже 3 августа вам звонили. — Ну да, да, да. Ну я вот их пытаюсь найти, понимаете, в чем дело, но как-то не получается. — А почему у вас повторные просрочки? Все еще, вы не работаете, говорили? — Нет, не работаю. — А почему вы не работаете? — Ну я вот сегодня иду на собеседование. — Пожалуйста, Сергей Владимирович, пока вы решаете вопрос, то... — Хочу, знаете, устроиться старшим мотологом. В принципе, неплохую зарплату обещают. — Сергей Владимирович, хорошо, что вы хотите устроиться? — Я говорю, хочу старшим мотологом устроиться на новое место работы. В принципе, неплохую зарплату обещают. — Я очень надеюсь, что будет все хорошо у вас, Сергей Владимирович. Но суть в том, что вы пока не решаете вопрос, не перезанимаете, не перезакладываете. Суть в том, что сумма возрастает каждый день. У вас дополнительные мобильные есть, помимо основного, Сергей Владимирович? Нет, нет, только этот. А в смысле, кого я должен заложить? Вам виднее, у вас нет у них золота или что-то решить вопрос, или перезанять у друзей, у родных, у близких? Нет, золота у меня нет. Квартира есть, но ее, конечно, я продавать отказываюсь. А друзья близкие у меня... Я вам просто предлагаю, как нужно решать вопрос. Друзья близкие, у меня алкоголики, соседи. Но это очень плохо, что у вас такое окружение. Соседи это не друзья и далеко не близкие. У меня друзья. Я фиксирую, что пока что вы вопрос не решаете, сумма до полутора тысяч рублей. Но это читается, звонки на все номера будут продолжаться. Не начисляйте. А по следствию я вас предупредила, решайте вопрос. Не начисляйте, не надо. Я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Это звонок из банка. У тебя Сергей Владимирович знаком вам? Да, знаком нам, Сергей. Информацию можете ему передать? Так это я и есть, как я себе передам. А, это вы и есть? Да. Меня зовут Александр, на департаменту работы с просрочиванием службы. Семпровали кредит, но существует еще 18 дней просрочка. Провели оплату? Чего провели? Оплату по кредиту. Оплату? Нет, не провели. А в чем проблема? Проблема в отсутствии всякого присутствия денежных средств. Когда будет поступление средств? Без... Я слушаю вас. Здравствуйте. Меня зовут Марина Викторовна, ОТП Банк. Я звоню по поводу Сергея Владимировича. Скажите, а как я к вам могу обратиться? Ну вот именно так вы ко мне можете обращаться. Это вы, да? Я звоню по поводу кредита, наличные на 162 тысячи рублей, 17 дней просрочка. 12 тысяч была минимальная сумма на дату списания. Требования банка у вас сегодня, завтра, пласть прийти. И когда будете оплачивать? Денег нет у меня. Для банка, к сожалению, это не основание. С чем связан у вас повторный выход на просрочку? С отсутствием денег. Ну это понятно. Что конкретно у вас произошло? Работаете где сейчас? Нет, нигде, сократили нас. Сколько вы как бы времени уже не работаете? Ну, несколько месяцев уже. А на что проживаете? На сбережения. Почему же на сбережения не оплачиваете? А на что я проживать по вашему должен, если я все бабосы отдам за кредит? В любом случае это ваши прямые обязательства, подработки ищите. Подработки имеются у вас? Нет, я сейчас вот сегодня иду на собеседование, там старшим мотологом хочу устроиться. На новое место. Ну в любом случае вы устроите, зарплату вам через месяц выдадут, правильно? Ну да, банк подождет, ничего страшного. Проценты же банк насчитывает, конские проценты насчитывает, может. Вам выставили уже с учетом следующего платежа 20 400 рублей. То есть вам нужно сейчас нести, уже с учетом следующего платежа. Ну и еще подождет. Если вы сейчас не будете вносить, то еще будут вам проценты, тогда штрафы выставлены. Еще будете до 3 тысяч переплачивать. Ну а вам это плохо разве? Вы мои деньги считаете? А если бы мы были заинтересованы, как вы думаете в штрафах? Как вы думаете, мы бы вам звонили сейчас, чтобы вы нам вернули деньги? Конечно бы звонили. Вы мне сегодня, сударыня, вы мне уже сегодня звоните, третий раз. На часы посмотрите, сколько времени. Третий раз. Вы верните чужие деньги, не будут вам звонить. Да это не чужие деньги. Вам не заинтересован банк и не заинтересован начисление штрафных санкций. Да, конечно. Ну а зачем мы вам звонили? Вы бы тогда позвонили через месяц, там, два, и пока сумма накопилась. Ну, знаете, я что предлагаю? Знаете, я что предлагаю? Вам нужно... Раз банк... Нет, давайте вы меня послушайте. Нет, давайте вы меня послушайте. Я вас уже слушаю 2 минуты. Если банк не заинтересован в процентах, давайте сделаем таким образом. Я их просто оплачивать не буду. Зачем они банку? Как вам такой вброс? Вы должны их оплачивать согласно законодательству Российской Федерации. Нет. Это не какая-то ваша прихоть. Нет. Захотели оплатили, захотели нет. Да. Подскажи... Кто вам может помочь с оплатой, скажите? Перезанять можно, обратиться к кому-то, к родственникам, знакомым. Ну, у меня ситуация такая, что родственники... Ну, ближайшие, я имею в виду, ближайший круг родственников живет в Беларуси, а там друзья, соседи, приятели, ну, и вот бывшие коллеги, они все алкоголики такие с говнецом, ребята, знаете ли. Ну, на них вообще надежды никакой. Ну, в Беларуси тоже могли бы они отправить деньги вам в чем-то время? Нет, не могли бы. Многих стран переводят. Нет, не со многих. Ну, мне потому что не переводят. У них там, знаете, какая экономическая ситуация? Если не знаете, я вам в следующий раз позвоните, расскажу. Ну, хоть какая ситуация, в любом случае вы должны вносить оплату своевременно. А сдайте тогда в ломбард имущество какое-то ваше, заложите. А у меня нечего закладывать. Ну, у меня квартира есть, но я ее отказываюсь продавать. Правда, еще и дом есть, но его тоже не буду. Понятно. Я так понимаю, просто уклоняйтесь от оплаты, правильно я вас понимаю? Я говорю, денег нет, но вы держитесь. Так для банка это не основание. Ищите деньги, хоть где подработки ищите. Так это для меня основание. На хлебе и с водой. Да, конечно, разбежались. Это не какая-то ваша прихоть. И заработать язву, и потом заработать на таблетке? Не, я лучше кредит не буду. Стоп, стоп. Сейчас вот вы устраиваетесь на какую-то другую работу. Не работает. Вам все в порядке? Вы просто опять тину кандылаки включили? Угу. В общем, вы вот устраиваетесь на работу, да, посмотрят, какая у вас кредитная история, посмотрят, служба безопасности, что вы безответственный человек. Да вас даже на работу не возьмут в таком случае, понимаете? Как это не возьмут? Кредитную историю надо сейчас восстанавливать, решать вопрос, чтобы у вас была положительная репутация. Я понял. А понимаете, в чем дело? Вот на ту должность, на которую я хочу устроиться, а именно старший мотолог, вот в мотологии вообще пофигу до кредитной истории. Так там служба безопасности во многих организациях сейчас проверяет информацию. А им все равно. На этой должности? Вот представьте, если, допустим, будет тракторист. Вы просто отговорки ищите, да? Нет. Деньги удерживаете? Будет тракторист. Ищите отговорки, чтобы не оплачивать. Последствия неоплаты вам понятны? Вы опять тину кандылаки включили? Что у вас за фишка такая? Последствия неоплаты вам понятны? А, кстати, что такое ОТП? Это атипичная пневмония? Давно хотел узнать. Или что это? Вам последствия неоплаты понятны? Я не буду на этот бред отвечать? Нет, непонятно. А что вам именно непонятно? Ну, это самое. Мне вообще ничего не понятно. Вы как-то плохо все объясняете. И вообще вам пора уволиться с этой работы. А что мы будем у вас расти каждый день? Негативная отметка будет в вашей кредитной истории. Имейте в виду, не в одном банке больше кредит. А еще Тина Кандылаки позвонит? Дополнительный номер мне скажите для связи, кроме этого. Ребята, вы реально заебались. Сегодня третий раз говорю, что нет у меня другого номера. Ну, зафиксируйте хоть вы. Я буду продолжать. Сегодня вам еще будет звонок. Ожидается звонок. Одни и те же тупорылые вопросы задают. Я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Банк ОТП, отдел по работе с просвещенной задолженностью. Мне зовут Ильяна. Сергей Владимирович, знаком вам? Сергей Владимирович, да, нам знаком. Это вы, да? Да. В зоне по вашему кредиту наличными брали 162 тысячи. Восьмое нарушение идет по графику. У вас 17 дней просроченный долг. На 28 июля вы должны были 12 тысяч. Сейчас сумму вам уточню еще. Сергей Владимирович, банк выставил требования, платить сегодня или завтра уже. А по какой причине повторно получается одерживать и платеж? А как это банк выставил требования? Вот так вот, посредством телефонных переговоров? Сергей Владимирович, на у вас договоре это указано, что банк вам имеет право посредством телефонных переговоров позвонить, конечно. Телефонными разговорами и смс-сообщениями вам банк высылает свое требование и озвучивает. А что вас не устраивает? Ну, меня, видимо, что-то не устраивает, раз я еще не плачу. Ну, раз у меня по телефону, у меня банк требования выставляет, так я по телефону и оплачу, в чем проблема. А почему вы тогда не оплачиваете срок, чтобы вам не звонили сотрудники банка, Сергей Владимирович? А потому что у меня, понимаете, в чем дело, у меня кризис финансовый. Сергей Владимирович, у вас финансовый кризис, за ним нужно что-то продавать, а при чем здесь банк? А мне нечего продавать. Денежных средств у вас не было на тот момент, когда вы обратились за помощью в банк, тем не менее, вы подтвердили свою платежеспособность документами, правильно? Ну, я же какую-то часть уже выплатил. Сергей Владимирович, ну, выплатили какую-то часть, но недоплатили же вы еще. А сколько я уже выплатил? А сколько я уже выплатил? У вас на сегодняшний день долг в остатке остался 76 тысяч. Это вот было 160 там с лишним кусков, осталось 76 всего? 162, да. Да, сейчас вам банк выплатил требования, чтобы вы заплатили, Сергей Владимирович, сейчас вам банк выплатил требования, чтобы вы заплатили с учетом очередного платежа, который у вас 18 августа идет. Общая сумма составляет 20 тысяч 400 рублей. Вот эту сумму до 6 августа максимум вам необходимо будет погасить. Я же говорю, у меня кризис. У меня продавать нечего. У меня есть квартира. По анкетам данных, вы получаете, вы где работаете, с кем проживаете? Стоп, 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 давайте по очереди. Я работаю. Сохраняйте, где у вас есть разговор. Стоп, стоп, не таратуйте. Стоп, не таратуйте, не таратуйте. Это чтобы ваш пыл усмирить. Потому что вы задаете вопросы и как бы не даете ответить. Вы 800 вопросов уже задали. Я слушаю вас, отвечайте, я слушаю вас. Значит, вопрос номер раз, где работаю? Ответ, нигде я не работаю. С кем я проживаю? Один я проживаю. Чего там спросили? Где? На улице Матологическая, дом 1, квартира 3. Что там следующее было? Дополнительный номер телефону, уточните ваш? Не, не имею такого. Значит, я вам фиксирую отказ от оплаты, Сергей Владимирович, да, говорите, что у меня кризис. Нет, не кризис, не кризис. Уточняй еще раз. Ну, шестого августа, 20 тысяч 400 рублей. Я не сказал, что у меня кризис. Я сказал, что у меня не кризис, а кризис, а это еще страшнее слово. Значит, я еще раз повторяю, зафиксировал вам отказ от оплаты. У вас восьмое нарушение идет по графику, оплата не поступает. Вам подходит черный список должников. Более в течение 15 лет не вы, не ваши родственники кредита не получите. И, соответственно, еще и что вы будете дополнительные переплаты. Всего доброго, до свидания. Кина Канделаки.